Всем привет! Меня зовут Саша Померкованный и моя презентация про RedPack. Паруслев про меня. Я на софт-сервис 4-е роки. Спочатку как флот давала, потом как в API давала на AngularJS и после этого працевала как Java. Наразі я працю с NodeJS на новом и новолочковом проекте, который стартовал в середине. Ну и это в принципе все про меня. Презентацию я поделил на 5 таких умовных основных частин. Первый будет еще такой RedPack, как он применится с другими Java фреймворками. Потом будет швидкий старт. Пару прикладов HelloWorld аппликаций. После чего я опишу основные компоненты RedPack. Пойдем немного глубже, покажу какие-то их нюансы. Далее расскажу про такого желудочного выполнения надблокинг операций в RedPack и про дьюс-регистри. Okay, RedPack – это набор библиотек на Java 8, которые в целом позволяют репид-деволопмент асинхронных веб-аппликаций. Он есть лайтвейт, не скачиваются бинарники SDK, не имеет генерации кода. Также он не имплементирует сервать спецификацию. Для нетворкинга представляется нет, не имеет сервать, не имеет сервать контейнеров. Это не имеет FullStack фреймворка типа Spring Boot. Тут вся функциональность представляется в выгляде модулей. Такое коротенькое overview поревняння с двумя меньшими популярными фреймворками, точнее, более популярными фреймворками. Spring Boot и Drop Wizard. Таких ключевых моментов в отмении с помощью выкористовываются нет, плюс на отмени от Drop Wizard для жесткого привязки до кибернету выкористовываются Hikari CP, но с таким успехом может выкористовываться будь-який інший Persistence. Для dependency injection можно выкористовываться как дюсс, так и Spring Boot. Раз, имплементация своя, до этого мы пойдем пизднейше. Health Checker немае имплементованных, для метрик выкористовываются Drop Wizard Matrix, и для лайнгу стандартно SL4J. Ну и, в принципе, с этого overview, в принципе, Redpack ничем особо не отклизняется, и если мы немного расширили эту обычную, то можно было бы увидеть, что Spring Boot все-таки нам дает нам больше, больше фич, больше заинтегрованных. Но в Redpack'у просто другой подход, и его основная фишка заключается в совсем другом. И это то, что он полностью нон-блокинг и асинхронный. И это дает нам две основные уровни Redpack'у, это очень хороший перфоманс, и возможность скейлабилития, и низкое споживание ресурсов. Чтобы не быть рухлосливным, я навел пример перфоманс-тестингу. Была британская контора, которая разведала возможность перехода с Drop Wizard на Redpack, и они написали две аналогичные апплики, которые колодить через Elastic Cloud Balancer в Armoc. Той делает тайм-аут и выдаёт респонс, который аппликация врубляет и возвращает на клиента. Вы производили геометр 100, 200 и 300 градусов на протяжении 5 минут. И вот такие результаты. Редпэк червяный, прописная здатность стабильно выше, не сильно, но выше. Особенно это пометно при 300 тредах. Также на много меньше хип-мемори используется, только когда 300 тредов, то они выше на 1 уровень. CPU также стабильно. Редпэк всегда меньше 50, тогда как в предыдущих стредах доходов до 75% CPU. И стредами загорелся. Это печально приемлемо с Редпэком. При еще больших нагрузках Редпэк проявлял себя еще краще. Проводила тесты на Амазоне с высоким лодом и Редпэк спокойно обновлял 20 000 или 20 секунды. И ясно, что почему так, потому что Редпэк есть на синхронном нонблокинг и выникает сразу питание, чему оно выкористовывает и что-то инже. Можно писать на чистом нате аппликации, а тут минус в том, что на нете писать сложно, оно достаточно low-level и это неправильная разработка, поэтому оно, конечно, даёт больше flexibility, но в плане простой разработки Редпэк сильно виграя. Если сравнивать с другими нете бейс-фреймворками, великий приступ в то, что в него есть своя модель, которая позволяет очень четкую обработку асинхронных выклоков. Поэтому асинхронные аппликации писать не так сложно, но их сложно добиться. Трайсы стоят сегментованные, ну и много нюансов. И в том, что благодаря экзекьюшн модели промысел выполняется точно в том порядке, в котором они были оглашены. И при базе аппликаций асинхронных это сильно провал. если сравнивать с не синхронным нонблокинг инпут аутпут версии в том, что редпак несинхронный с верху до низу, тогда в чате нонблокинг аутпут блокинг он только в своем джете не блокинг а те, что не поддерживает функционал и поэтому, например, если нужно связать с HTTP клиентом все сложнее. то как редпак он полностью написан с рахованием на синхронности и там работа с этим наводилась. Из этого выникают use кейсы, в которых можно выбрать редпак. Это аппликации, в которых большая количество процессов также микросервисы аппликации, в которых очекается высокий лот в большей количестве леквестей и потом может быть еще больше, поэтому нужно горизонтальной scalability. Также rapid prototyping за дяки continuous mode и очень быстрее старт на редпаке очень очень удобно заниматься и плюс последний аргумент из в литров литров в литров и в литров литров можно экономить деньги на литров или литров и литров то это душе все окей теперь приступим до quick стартов это у нас приклад на Groove Hello World Redpack поддерживает Groove как домен specific language сильная поддержка и может писать на Groove это просто с допомогой мы подтягиваем Redpack и логер сервер выкликаем метод Redpack для старта сервера тут мы задаем хендлеры у нас два get и когда мы сбрегиваем файл и сервер сразу поднимается и он доступен на localhost то как Redpack на мг контейнере в каких ситуациях он сам стартует и буквально от этого файла достаточно чтобы стартовать Redpack для Java версии надо больше надо Gradual Build файл тут мы подъезжаем в сам Redpack apply плагины и вказываем их dependency логер и вкладываем назву класса в яком наш main метод это уже наш Java метод как воно все пройдет будет позже но у нас два хендера перед метод и после того как мы это предоставим на localhost мы можем тестировать выполнение или написать свое имя или халов имя это кейкстарт а теперь пройдемся по тому как все работает по каком компонентах основное это первое это сервер конфиг в нем есть конфигурация сервера таки как порт паблик и и так сервер конфиг генерирует первый хендер который будет начать с телеквестер сервер это класс в который поднимает сервер стартовая аппликация поэтому это антрепоинт аппликация хендеры у нас отвечают за обработку реквестов контекст служит для коммуникации между реквестами после того как мы подняли сервер вказал какой след handler и мы можем через контекст выкликать другие методы реестр регистры это класс редпаку который позволяет строить объекты и получить по ключу по типу по классу и мы поднимем это так сервер класс его статичный метод старт отримает инстант сервера и отримает инстант сервер конфиг это как мы создали сервер конфиг и передали в него паблик адрес новой рей после этого сервер мы запускаем сервер сервер конфиг поверта нам первый рут хендлер из которого обрабатываются все реквестеры по сути каждый хендлер является имплементацией интерфейса хендлера и в каждом есть локт это паблик будет хендл который принимает контекст и через контекст он або присылает респонс або долгует работу другим хендлером и вся суть хендлер это чтобы работать через контекст с реквестом это как хендлеры могут выключать один один у нас есть фу-хендлер бархендлер и мы имеем раутер хендлер мы из контекст вытягиваем пас если у нас мы через контекст инсерд используем хендлер фу-хендлер у нас респонс будет выводить на фу-хендлер и соответственно если бар то бар что такое сент мы посмотрим дальше контекст контекст это основной тип ратпаку потому что через него идет вся коммуникация между хендлерами основные основные речи которые проводят контекст это доступ до методов request и response как хендлер может контекст через контекст то get потом и дальше и в зависимости от того что у нас было PCID статус або age и с помощью контекст get можно получить этот объект и это начало как происходит в редпак и как продаются объекты и ризни депендации чейн это как изразилось название это билдер для хендлеров которые идут вон цежком сверху вниз ось приклад того как мы сделали роутерчейн есть метод execute и за помощью метода пас может передать фу-хендлер и вверх-хендлер и они будут выполняться с верху вниз в том порядке как они добавлялись пас параметры прямая пас это властный пас и пас может как пас может мата натики точнее пас это один из методов которые означают что выполняется хендл пас иншим как в этом прикладе префикс префикс он будет выполнять все реквести которые начинаются с такого префикса он прямая все реквестики доходят в целом моменту и get все реквестики типа get в яких пас будет мата статус так само питается звичайно что пост будет инши HTTP реквестики это инши основная фича Редпаку это выполнение блокинга операций так как у нас Редпак есть асинхронным фреймворком то мы не можем ждать пока там педакол на инши сервер або базу даних або считывание файлу для этого Редпак создав блокинг класс который получает блокинг операцию и створяет promise после этого отредь повертается в пул он больше не лисит и когда уже отбуд операция выполналась воно переходить в зен и продолжить это выполнение это пример на груве вот мы хендлеры и есть метод в нем мы створим новый файл тяки когда файл будет створен и будет зен блок ця приклад уже на javi мы використаем data store это это гипотетический класс который выполняет блокинг операцию и за помощью блокинг мы отримаем контакт в котором мы можем выполнять эту блокинг операцию в этом випаде это будет дата старт и после этого втрата и уже когда операция выполняется мы сюда отримаем результат и вводим его через контекст рендер в респонд это и так пройти все блокинг операции в нашем асинхронном non-blocking redpack все что можно сказать про цей экземпл я только речь рендер рендер метод для рендерингу респонд он принимает разные параметры это может быть стринга это может быть джейсон если мы придумаем 0 то будет 404 помылка ну и совместно все что мы можем знать про рендер рендер это важное понятие по redpack это application регистри он работает с контекстом и это власне dependency это власне механизм который имплементировал dependency injection предпак рекомендованным dependency injection предпак есть google дюсс но с таким успехом можно использовать Spring Boot application контекст это нетерна поддержка и в принципе если вы видите какие-то подвески то можно также просто использовать их дополнительные инъекции для ледер также можно подключить что-то но нетерной поддержки нетерна поэтому это будет сложнее что это как как мы используем гугл дюсс как dependency injection в старой спеце мы объем метод регистри как он дозволяет как раз огласит реестр тут также может продать Spring Boot мы выключаем метод статичный от дюсс тезиски примем бандинги в бандингах мы примем модули и можем конфирировать наш модуль в этом випадке это Hikari модул который используется для Persistence вот переходим до хендеров у нас у нас все методы которые проходят в аппликацию и вот как мы отримаем с Google Дюсс так у нас реестр уже в контексте все дополнительные даты мы можем их отримать через context get и название DataSource поставляется разом с Hikari модул и далее мы можем уже використовывать для властницы DataSource для того чтобы сделать без данных так как Hikari модул есть синхрон нам не нужно использовать блогин для того чтобы сделать этот select пункт еще что можно про дюсс сказать там выкористовывается версия 4.1.0 она проводит цей Google Redpack library проводит binding spec для того чтобы вказать властные баники для аппликации это основные вещи которые нужно знать для использования Redpack также есть много интересного потому что Redpack есть Reactive и интеграция с Java есть много интересных интересных но это уже тема для презентации поэтому я уже бы перейшел до вещей которые могут не использовать Redpack я сказал много хорошего но Redpack не идеальный есть это не хороший мяч для проекта когда есть команда недосвеченных разработчиков то Redpack не очень хорошо подходит потому что комьюнити в Redpack маленькой на стековой флоу мало вопросов и которые не отвечают поэтому с маленьким опытом которые часто упираются для них может быть сложно с компенсируется тем что в Redpack есть классный Slack канал где разработчики Redpack очень очень ответ но это минус в плане материалов для навчания Redpack очень классно потому что официальный мануал не закончен и там много пустых моментов в разработке есть только одна книжка написана в данном году Redpack очень классная но она одна и материалов не так много если комплексный проект то Redpack наполненный швачий вариант потому что то есть у меня Spring Boot або RedWizard даёт нобиль заинтегрованных tools с которыми в принципе в разработке простейше будет плюс нема саппорта HTTP очень классная штука и она также дозволяя импрованную перфоманс но поддержки нет может она будет в другой версии но ее пока не наносим поэтому если необходимо реализовать HTTP то не стоит начать Redpack и нет поддержки хейт оаз пассив но в принципе я не думаю что будет минус а лабача все лидерна тяжелилась тому увеличив это список ну это в принципе все еще можно сказать минусы а в меньшем это то и так Власне, это все, вышло чуть-чуть, чем я ожидал, я боялся не вписаться, поэтому я рассказал шутко. Может, у кого-то будет вопрос?